Сегодня мы поговорим об интересных вещах, о древнеегипетских обелисках. Древнеегипетские обелиски были сделаны, если сказать точно, например, один из них был сделан в 1454 году до нашей эры, чтобы было приблизительно ясно, о каких колоссальных древностях мы говорим. Я скажу, какой именно обелиск был сделан чуть позже, а сейчас в целом мы поговорим о древнеегипетских обелисках. Прежде всего, что такое обелиск, ну вот вы его видите на фотографии, это вытянутая строительная конструкция, в Древней Египте она была сделана из цельного камня, как правило, как правило, это был знаменитый гранитный карьер Освани в городе Осван Древней Египте, где делали вот эти вот обелиски, брали цельный камень и обелиск был сделан из цельного камня. Это было характерно для именно древнеегипетских обелисков, в отличие от рукотворных обелисков, сделанных, например, который стоит сейчас в Вашингтоне, он был сделан из частей, собран. Вся суть древнеегипетских обелисков в том, что они были сделаны именно из цельного камня, целиком это был сделан цельный камень, каждый из этих обелисков был сделан из цельного камня. Значит, и на верхушке этой вытянутой конструкции, как Вы видите, имеется пирамидальный конец, этот пирамидальный конец покрывался специальной, как бы, позолотой металлической, такой светящейся от солнца, от отблеска солнца поверхностью, это было сделано специально, потому что обелиски были сделаны в честь Бога Солнца, как символ Бога Солнца, ну, наверное, Бога Солнца Ра, я так понимаю. Вот, и обелиски стояли, как правило, они были парными, всегда были сделаны, стояли парно, по обе стороны от ворот, мы всегда можем, мы видим, по обоим сторонам от храма, мы видим, что они стоят по обе стороны, как правило, стояли парно, вот с такими отсвечивающими свет солнца верхушками, и, как я уже сказал, они были сделаны, делались из цельного камня, который вот брался в этом знаменитом гранитном карьере в городе Осван, в Древнем Египте. Теперь о том, о судьбе этих исполинских сооружений, об их исторической судьбе поговорим. В 30-м году до новой эры римляне захватили Египет, как известно. Это был эллинистический Египет уже, который до того был захвачен Александром Македонским. Александром Македонским и весь Ближний Восток был эллинистическим, как известно. Там преобладала древняя греческая культура, и это все было колонией Древней Греции после захвата Александром Македонским. А вот в 30-м году до новой эры Египет был захвачен Римом. Тогда правила как раз знаменитая царица Клеопатра. Вернее, Клеопатра даже была фараоном официально. И римляне вывезли 15 штук таких обелисков из Древнего Египта и установили их в Риме. Из них 13 до сих пор стоят в Риме. Куда делись два, непонятно. То ли они пропали, были разрушены за время бесчисленных войн с тех времен, то ли что с ними случилось, с этими двумя, непонятно. Но 13 до сих пор, которые были вывезены с тех времен в Рим, они до сих пор стоят в Риме. И еще два, вернее, три было из известных вывезенных. Сейчас мы о них поговорим. Значит, в 1836 году был перевезен из Египта прямо в центр Парижа, пляс-то-ля-конкорд. Он до сих пор стоит, обелиск, это площадь Согласия в Париже. И еще два обелиска, два близнеца обелиска были вывезены. Один был вывезен в Лондон, стоит до сих пор в Лондоне. А второй был вывезен, его близнец был вывезен в Нью-Йорк, установлен в Америку. И стоит до сих пор в центральном парке в Нью-Йорке. Вот этот тоже второй двойник, один из двух, один в Лондоне, другой в Нью-Йорке. Их называют Клеопатра Снидл. То есть иглы Клеопатры. Почему так называются, до сих пор никто не может понять. Поскольку Клеопатра жила полторы тысячи лет после того, как они были созданы. Они были созданы, эти два обелиска, в 1454 году до новой эры. Их дата в точности установлена. Ну, почему-то было названо в честь Леопатра, непонятно почему. Она была фараоном тогда. Вот эти три. Значит, 13 стоят в Риме, еще два в Европе, один в Америке стоит. Обелиск древнеегипетский. На самом обелиске обычно писалось имя фараонов или тех людей, которым был посвящен этот обелиск. Ну, а сам обелиск, как я уже говорил, был символом.